Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Эдуард Михин и Айна Рудусумова. И в начале выпуска, коротко о главном. Лидер партии Акжол Азап Перуашев заявил о несостоятельности государства в решении жилищных вопросов. В городе завершается благоустройство дворов по программе ЖКХ. 15 новых остановочных павильонов появятся в разных частях города. Государство сегодня не в состоянии решить целиком жилищную проблему. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания мажориста парламента заявил лидер партии Акжол Азап Перуашев. В ходе обсуждения второго чтения законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений. Поскольку поправки партии о субсидировании ипотечных кредитов молодым семьям не нашли поддержки в правительстве, фракция не поддержала данный законопроект. С подробностями Бибигуль Саржанова. Еще при обсуждении законопроекта в первом чтении фракция Акжол внесла предложение о введении субсидий молодым семьям при оплате ипотеки при рождении детей. По мнению лидера партии Азата Перуашева, государство могло бы взять часть расходов на себя, если молодая семья решила взять ипотеку. По его словам, молодые семьи надо поддерживать, когда они еще в самом подходящем возрасте, и это было бы для них большим подспорьем. Однако предложение партии получило отрицательное заключение правительства. Меня это удивляет. Хорошо, не может государство субсидировать 20-30%, как вы предлагали. Давайте просубсидируем 5, 3, 1% просубсидируем, чтобы показать политическое отношение государства к поддержке молодых семей, к рождению детей. Мы же говорим, что у нас большие перспективы, наша экономика будет нуждаться в дополнительных рабочих местах, в рабочих руках. И что мы делаем? Можно спорить о величине, но, наверное, было бы правильно, чтобы не ждали наши молодые люди до 40 лет, когда они получат квартиру или смогут состояться. И потом только заводить детей. Сколько детей они тогда нарожают. Кроме того, по словам Перуашева, фракция Акжол также вносила в законопроект поправку, которая позволила бы отнести дачное строение к жилью. Однако эта поправка также не была поддержана правительством. Из-за этого десятки семей проигрывают и в судах. Бесполезным остается их обращение в прокуратуру, поскольку закон не относит их к статусу жилья. Аналогичная ситуация сложилась и в других странах, но там решение нашли. Вот буквально 3 сентября этого года Верховная Рада Украины приняла закон о переводе садовых и дачных участков в жилые дома. В России в первом чтении принят закон о садоводческих, огородческих и дачных некоммерческих объединениях, где понятие жилое строение переводится на индивидуальный жилой дом. Именно в защиту прав наших граждан, в смысле их граждан. Мы такое решение до сих пор так и не принимаем. Так как поправки Акжола не нашли поддержки в правительстве, фракция не поддержала данный законопроект. Поскольку наши поправки не были поддержаны правительством и не были поддержаны в рабочей группе, фракция партии Акжола отказывается поддерживать этот законопроект. Спасибо. В итоге законопроект поддержали 94 из 104 мажоресменов. Против выступило двое, остальные воздержались. Бибигуль Саржанов, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Казахстане хотят запретить интернет-казино и увеличить налоги для букмекеров. Эта тема рассматривалась в Мажелисе. Также депутаты обсуждали поднятие налогов для фермеров. Оказывается, в Казахстане более 18 тысяч земельных участков общей площадью 7 миллионов гектар не используются владельцами. Поэтому предлагается увеличить ставки земельного налога в пять раз. С предоставлением право местным акиматам повышать ставки по неиспользуемым землям в 10 раз. Подробности двух законопроектов о налогах расскажет Бауржанша Ахмед. Для развития бизнеса предлагается проведение налоговой амнистии путем освобождения от пений и штрафов на общую сумму в 195 миллиардов тенге. Звучит здорово. Но при этом предлагается повысить ставки единого земельного налога для фермеров в полтора раза, а для юридических лиц в пять раз. Именно эта поправка вызвала негодование у депутатов. Весь скот на 75% находится в частных подворьях. Они кормят нас с вами и своих же детей. Мы это уже проходили. Хрущев говорил, можно держать только пять овец и одну корову. Тогда мы погубили подсобные хозяйства. 45% населения Казахстана живет в сельской местности и дает 5% от ВВП. Вот такая продуктивность, такого количества населения. И на данный момент времени мы хотим в нашем налоговом кодексе обложить налогами личное подсобное хозяйство. И без того плохое положение людей в селе загонять еще большую кабалу. Если задачей ставилось сделать невыгодным неиспользование земель, предлагается уже местным представительным органам право повышать ставки на землю до 10 раз по тем, которые не используются. И этого механизма более чем достаточно для того, чтобы решать эту проблему. При Хрущеве погубили, потому что забрали все, что касается больше пяти овец или одной коровы, которая никто сегодня не забирает. Вопрос говорим о том, на какой объем продукции они сегодня произведут, на который не будут они платить налоги. Но если производится, что во дворе стоит вместо 50 коров, то, наверное, с этих 50 коров необходимо, чтобы налоги платили. Второй скандальный законопроект касался запрета на размещение букмекерских контор в жилых зданиях. Кроме того, для граждан Казахстана доступны зарубежные сайты онлайн-казино. Перечисление денег осуществляется электронным способом. Самое интересное, что эти деньги уводят казино, которое платят налоги в бюджет другого государства. Но тут мнения депутатов разделились. Ограничение, введение ограничения казино таким образом, как мы вот сейчас понимаем, что нужно запретить электронное казино. Это вот ввести запрет на электронные вот эти вот интернет-кассы. Это чревато очень большими последствиями. Россия ввела вот такой, говорится, такой запрет. И в результате потеряла 40% дохода от казино, который он имеет. Все интернет-казино ушли в офшорную зону. Позиция Турсулбека Казеновича не выражает позицию партии. Я считаю, что в парламенте рассматривать, кому где в карты играть, вообще унизительно. Андрей Вич, какой вопрос выносишь? Раскол партии от того, что... Букмекерские конторы выйдут в тень. И будет очень много, ну, как бы, нарушений. Поэтому я, например, и законопроектами предусматриваем это не делаю. Но после жарких споров депутаты Мажелиса все-таки одобрили оба скандальных законопроекта. Боуржан Чайхмет, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В городе завершается благоустройство дворов по программе ЖКХ. Из 23 дворов 8 уже готовы, в 5 кладут асфальт, а в остальных ведутся подготовительные работы. Но не все остались довольны проведенным ремонтом. Наши корреспонденты отправились в один из дворов города и узнали, чем же вызвано недовольство жильцов. В 4-м микрорайоне во дворе дома номер 10 и 10А работы уже были закончены. Но жители остались недовольны. Они уверили, что парковочную зону сделали меньше. А от того, что положили новый асфальт, лужи так и не исчезли. Недовольны и проведенным ремонтом, они обратились к каким у города с просьбой все исправить. Пожелания сразу же были учтены. Парковку сделали больше, а на место, где скапливались лужи, на сегодня кладут еще один слой асфальта. В текущем году ведется благоустройство 23 дворов по городу Уральску. На данный момент на 8 дворовых территориях работы завершены. Остальные дворы близятся к завершению в текущем месяце. Надеемся, что все дворы закончат, все работы будут завершены. Общая стоимость ремонта во дворе дома 10А – порядка 17 миллионов тенге. И все же, несмотря на недочеты, жильцы дома довольны благоустройством. Ведь ремонт в их дворе не проводился очень давно. Конечно, довольны. Ребята работали допоздна. Каждый день допоздна работали. Потом выходные тоже все работали. Было ужасно. Мы думали, это никогда не сделается. Сейчас прекрасно. Даже вот мы просили, у нас крыльцо было сломано. Это не входило даже в их обязанности. Попросили просто по-человечески, так как дети провалятся. Они нам сделали крыльцо. А вот некоторые дворы в этом районе обошли стороной. Жителям это не понравилось, потому у них есть свои пожелания. Тот двор сделали, и этот двор. Вот кусочек остался, в принципе, около нашего дома. Он тоже весь в ямах и не делают. Хотелось бы, конечно, чтобы сделали в этом году. Но пообещали на следующий год. В том дворе делают детские площадки. Нашу все разнесли. Вот дети сидят даже. Вообще ни крыши, ничего нет. Хотелось бы новую детскую площадку. В этом году. На следующий год планируется благоустроить еще 50 дворов. Олег Великий, Монарбекуш Алиф, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Пару месяцев назад в городе начался демонтаж водоразборных колонок. В редакцию нашего телеканала тогда обрушился шквал звонков от недовольных жителей. Люди жаловались на то, что их лишает единственного источника воды. Да, при нашем обращении в водоканал нам объясняли это двумя причинами. Переходом города на центральное водоснабжение и долгами потребителей. Сейчас многие колонки вернули на свои места, но проблемы при этом не решились. Почему так происходит, разбиралась Марина Горбук. По сообщению сотрудников водоканала, на данный момент в городе действует порядка 200 водоразборочных колонок. По причине перехода на центральное водоснабжение демонтаж их будет производиться и дальше. Тариф за пользование водоразборочной колонкой на сегодняшний день составляет 68 тенге 60 иин. Но при этом тарифе долги некоторых пользователей доходят до 50-60 тысяч тенге. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что есть и исправные плательщики, которые по каким-либо причинам пока не могут подвезти в дом водоснабжения. Они при этом страдают больше всех. Те, которые есть, жалобы, допустим, где-то почему-то мы сняли, есть некоторые такие, как бы, оно везде нападается, кто не оплачивает за воду. Для обслуживания этой колонки, допустим, у нас большие затраты. Сейчас, в данный момент, мы за свой счет все это делаем. У них поступления не бывает, мы все сами это ремонтируем со своими силами. И с того получается, что мы колонки снимаем. Но колонки снимаем, снимаем, когда уже оплата идет, мы их опять возвращаем, все, колонки на место ставятся, они работают. О сохранении колонок в надлежащем виде люди не заботятся сами, разбирают их, снимают крышки. Это становится причиной засорения источников, а следственно, поступления в дома людей загрязненной воды. Об этом говорят как сотрудники водоканала, так и сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора. Санэпидемиологами ежедневно проверяется до 10 водоразборочных колонок. В общем, за 9 месяцев 2013 года на микробиологическое исследование было отобрано 344 пробы воды. За аналогичный период текущего года отобрано 391 проба. При этом выявлено 15 несоответствий. Мы озабочены тем, что все-таки процент увеличился и провели внеплановое обследование водоразборных колонок. И в ходе обследования выявили, что наши пользователи колонками очень небрежно относятся к колонкам. Они ломают их, они снимают люки, забирают лотки, загрязняют территорию прилегающую колонок, моют машины вокруг колонок. И все это, естественно, влияет, вода просачивается через эти, и оно влияет на качество воды. И вот в связи с чем нами была проведена внеплановая проверка всех колонок территории города, выдано предписание ГКП Суарнасы для устранения выявленных нарушений. Кстати, если говорить о качестве воды в нашем регионе, ситуация стабильная, ответили сотрудники санитарно-гигиенического контроля. Количество химических элементов не превышает порога уровня. Мнение о качестве местной воды мы решили узнать у самих жителей города. Фильтром отдельно пользуемся таким, совсем обычным, примитивным, как кувшин называется, для детей. А так всегда хвалим нашу воду. В сравнении с другими регионами мы можем пить воду с крана. У нас Доринская вода в квартирах хорошая. Иногда, правда, хлоркой бывает так неуносимо. А так вроде не всегда, но часто прям хлоркой одной пахнет. Сотрудники водоканала уверяют, что в тех районах, где не все дома подключены к центральному водоснабжению, колонки убирать пока не будут. Марина Горбок, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ДДК-42. 15 новых остановочных павильонов появятся в разных частях города. В основном это места, где их вообще нет, где наибольшие скопления народа и на центральных улицах города. Для установки павильонов было выделено порядка 9 миллионов тенге. Подробнее в сюжете Олега Великого. На сегодня павильоны уже начали устанавливать, но до конца работы не закончены. Остановки отделают антивандальным стеклом, поставят урны и площадку. В частности, по городу очень много мест, где не имеются остановочные павильоны. Все мы прекрасно знаем о том, что во время проведения мероприятий, в летнее время, очень много людей у нас входит в парковую зону, в парк культуры и отдыха, в стадион Атаяна. Вот в районе стадиона Атаяна мы установили остановочные павильоны. Также будет устанавливаться фабрика Диана, у нас давно остановочные павильоны нет. Это, считайте, центр города, вольный стиль и в некоторых других частях города. Средняя стоимость каждой остановки составляет порядка 600 тысяч тенге. Непрозрачная крыша павильона специально разработана так, что в жару люди, ожидающие транспорт, находятся в тени, а в ненастье можно спрятаться от дождя. На этом месте в четвертом микрорайоне остановки никогда не было. Для жителей это было неудобно. Теперь же, по их просьбам, на этом месте сделали остановку не только официальной, но и установили остановочный павильон. Ведь ранее пассажирам в ожидании автобуса приходилось стоять в любую погоду под открытым небом. Старые остановочные павильоны также планируется заменить по мере возможности на новые, которые помогут не только скрыться от непогоды, но и сделают город более современным. Но, скорее всего, это происходит.